Приволжение следует... Программа развития спортивного туризма включена в региональные и муниципальные программы спортивной подготовки молодежи в субъектах. Окружные итоги проекта Туриада были подведены в Саратовской области. Победители окружного турнира сразу пять команд представили по Волжье на Всероссийском чемпионате в Сочи, по итогам которого все призовые места вновь достались регионам при Волжье. В 2015 году состоится всероссийский финал военно-спортивной игры «Зорница», которая сейчас проходит на школьном, муниципальном, региональном и окружном уровнях. Еще один очень важный проект – «Вернуть детство», призванный создать систему социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Еще один очень важный результат хочу внимание на цифру обратить. Вы знаете, у нас есть проект «Вернуть детство», он направлен на детей, которые воспитываются в детских домах и школах-антернатах постоянного пребывания. Так вот, 11,5 тысяч детей, которые без отклонений в состоянии здоровья у нас находились в этих детских домах, сейчас осталось 6 тысяч человек. С 11,5 до 6 тысяч человек, то есть остальные нашли свои семьи, нашли своих попечителей и нашли свое место в жизни. В 2015 году будут продолжены новые проекты, старт которым был дан в текущем. К примеру, это развитие поискового движения. Недавно в Кирове состоялся первый окружной слет «Никто не забыт», приуроченный к предстоящему празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Другим проектом стало поддержка и развитие детского и юношеского хоккея в рамках турнира «Золотая шайба». Подписаны соответствующие соглашения с Федерацией хоккея России, Всероссийским клубом юных хоккеистов «Золотая шайба», Министерством спорта России. В Приволжском федеральном округе в рамках юношеского турнира самый большой охват детей – около 30 тысяч человек и самое большое количество команд-участниц. Реализация этого проекта позволила провести полную инвентаризацию спортивной инфраструктуры, благодаря чему появилось понимание уровня доступности хоккея не только в каждом регионе округа, но и в каждом муниципальном образовании. Эта работа не осталась незамеченной профессионалами. А что такое «Золотая шайба»? «Золотая шайба» – это основа. Мы все, которые профессиональные спортсмены, чемпионы мира, ребята, мы все прошли через «Золотую шайбу». Да, конечно, большинство из этих мальчишек, они не будут профессионалами, они не будут олимпийским чемпионами, но они почувствуют вкус победы, они почувствуют чувство коллективизма, когда они в коллективе отстаивают честь школы. И в этом отношении Приволжский федеральный округ показывает пример всей стране в работе по развитию хоккея. В округе многое делается для развития и других проектов. Один из самых масштабных, который был реализован при участии аппарата «Полпреда» – проект развития системы кадетского образования. На данный момент в четырех регионах округа обучается 1100 кадетов. В ближайшей перспективе их число вырастет еще на 250 человек. Кадетский корпус в Татарстане был полностью введен в эксплуатацию 1 сентября 2014 года. На его базе были открыты учебные и спальные корпуса «Плац». Остальные кадетские корпуса должны быть полностью реконструированы к 2015-2016 году. Кроме того, в Перми в скором времени появится Суворовское военное училище, в котором будут готовить специалистов с военным научным профилем. В рамках реализации данного проекта организовано конструктивное взаимодействие с Министерством обороны России по формированию в Пермском крае Суворовского училища военно-технического профиля. Первые суворовцы должны сесть за парт уже в 2015 году. Заместитель министра обороны России Николай Панков, говоря об опыте совместной работы в ПФО по развитию кадетского образования, сообщил, что теперь кадеты смогут принимать участие в воинских церемониях наряду с военнослужащими. Мы предлагаем рассмотреть возможность участия парадных расчетов кадетских корпусов совместно с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации и других войск во всех воинских ритуалах, проводимых в дни государственных праздников, в дни воинской славы, ну и по другим событиям и датам. В настоящее время готовится специальный приказ министра обороны, который позволит обеспечить участие детей и молодежи военно-патриотических объединений, победителей и призеров всероссийских военно-спортивных игр в качестве зрителей на ежегодных состязаниях профессионального мастерства военнослужащих, к примеру, в танковом биатлоне. В военных комиссариатах субъектов России будет организована работа по направлению лучших выпускников кадетских школ, военно-патриотических клубов, воинские части с учетом их допризывной подготовки. Также в ПФО планируется развивать проект по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий отметил, что благодаря работе фонда удается развернуть лицом к молодежи все слои общества. Гимназия, это благодаря князю Лисаневского, которая фактически возродилась благодаря заботам по преду, вкладам в компанию «Лукойл». Сегодня получила формат не только оригинального фактора, а такого привозкого округа, который будет как методический кабинет. И уже есть планы развития целой сети таких гимназий, которые сегодня востребованы. И хочу сказать, что на 1 октября уже будущий первый класс фактически заполнен в нашей гимназии. То есть востребованность большая. Руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов подчеркнул, что все проекты в ПФО направлены не только на военно-патриотическое воспитание, но и на образование молодежи и возможность ее социализации. А это в условиях демографического спада крайне важная задача. Важно, что мы уделяем внимание именно образовательной части нашей молодежи. Хотел бы поблагодарить полпредства Привозского федерального округа и Олега Владимировича. Мы много проектов, касающихся молодежи в сфере. Форум Иволга уже два года подряд работает в Самарской области. За это время он полюбился многим школьникам и студентам из ПФО. Более двухтысяч наиболее перспективных молодых людей из всех регионов Привозского федерального округа собираются для реализации своих идей на молодежном форуме ПФО. В этом году в Самарскую область приехало 150 молодых людей из Китая. В следующем году уже жителей Приволжье ждут с ответным визитом и с новыми проектами. Приоритетами в их выборе являются инновационная и патриотическая направленность. Подводя итоги заседания, Михаил Бабич обратился к членам попечительского совета фонда с просьбой не снижать активности и в 2015 году. Реализация проектов будет продолжена в будущем, чтобы они доходили до большего количества молодых и взрослых людей. Не то, что мы там статистикой занимаемся, просто это одна из основных задач – создать проекты такие, которые будут вовлекать как можно большее количество молодежи и будут абсолютно доступны для тех, для кого раньше, может быть, эти вещи были малодоступны, имея в виду с точки зрения и удаленности, и какой-то дороговизны, там, ну, скажем, участие в оборонно-спортивных лагерях, учеба в лучших кадетских корпусах, там, экскурсионные поездки по всей стране, по всем нашим святым местам, не только военно-патриотическим, но и историческим, религиозным и так далее. В настоящее время все проекты доступны для юных жителей Приволжского федерального округа. Со следующего года число реализуемых проектов будет увеличено.